Для того, чтобы избежать боли в спине и научиться стабилизировать позвоночник при выполнении разных движений, тренера, врачи, реабилитологи всегда рекомендуют тренировать мышцы пресса и позвоночного столба. Очевидно, что эта рекомендация очень полезна и помогает многим людям избавиться от проблем с позвоночником. И интересно, что упражнения, с помощью которых можно укреплять силовые мышцы, достаточно простые, доступные и их можно выполнять даже дома. Но помогут ли такие простые упражнения, если целью стоит не просто вернуть нормальный тонус для ослабленных мышц, а научиться стабилизировать позвоночник при выполнении тяжелой физической работы или сложно-координационно-спортивных движений. Очевидно, что упражнения, выполняемые лежа, не будут иметь прямого переноса на стабилизацию позвоночника в вертикальном положении. Именно поэтому в спорте и функциональном тренинге используют много упражнений для тренировки навыка эффективной стабилизации позвоночника в вертикальном положении. Одним из самых координационно простых, но одновременно очень эффективным упражнением является прогулка фермера. Во время выполнения этого упражнения практически все мышцы туловища и плечевого пояса работают в статическом режиме, решая главную задачу – поддержание тела в вертикальном положении. На анимации красным цветом обозначены мышцы, которые получают большую нагрузку. Хорошо видно, что это почти все тело. Мышцы рук удерживают вес и стабилизируют локтевые суставы. Мышцы плечевого пояса стабилизируют плечевые суставы. Поверхностные мышцы спины и груди стабилизируют плечевой пояс. Мышцы живота и позвоночного столба поддерживают позвоночник. Мышцы ног работают в динамике. Если вес отягощения взять только в одну руку, то задача стабилизации туловища значительно усложняется. Поэтому такой вариант намного лучше тренирует стабилизирующую функцию мышц спины и пресса, но он явно не подходит для новичков и плохо тренированных клиентов. Хочется обратить внимание на то, что это упражнение хоть и является очень эффективным способом получить полезные навыки, но не является обязательным для включения в программу тренировок для большинства клиентов фитнес-клубов. Другими словами, его целесообразно использовать только для более подготовленного уровня, когда цели и амбиции клиентов выходят за рамки простого фитнеса. Если же амбициозных целей нет, то лучше использовать тренировочное время не на освоение таких сложных упражнений, а на выполнение более безопасных и простых, которые без чрезмерной нагрузки на позвоночник дают хорошие результаты в плане развития силы и роста мышечной массы. Если вам был полезен этот ролик, напишите пожалуйста об этом в комментариях.